Слава Богу Пройти вот этот момент, эти вещи, о которых я буду говорить, очень правильно и остаться верным Богу. Я бы хотел, чтобы мы вместе прочитали место с Писания. Высветите, пожалуйста, 1 Петра, 4 глава, 12 стих. Написаны такие слова. Возлюбленные, пишет Петр, возлюбленные, огненного искушения, посылаемого вам, я не знаю, огненного искушения для вас, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь. Как приключения для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славе Его, возрадуйтесь и восторжествуйте. Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь. И вот именно об этом я хотел сегодня и поговорить, об огненном испытании. Огненное испытание. Знаете, у меня есть двоюродный брат, который много лет назад, он решил пойти на пожарника. И он, когда сдал все курсы, там очень много обучения, очень такая строгая проверка идет. Человек должен быть очень физически крепкий, сильный, чтобы пройти это. И он решил, он сильно хотел, он решил пойти на эти классы и закончить это. И у него получилось. Я помню тот день, когда он пришел ко мне домой, одетый во всей этой одежде пожарника. Он, эта куртка вот эта, которая против пожара, у него эти штаны, у него был с собой этот топор, шапка, которую им дают. И он мне пришел от радости, показывал, он прошел эти курсы, он закончил. И вот мы когда говорили об этом, он интересную мысль там говорил. Он говорит, когда нас обучали, им говорили, то их обучали одну такую важную мысль, чтобы не бояться входить в огонь. И им рассказывали, что их не одеяние, то, что они имеют, оно сохранит их, когда они будут вбегать в этот огонь, когда им надо будет спасать там ребенка или человека, который находится в этом доме. Я даже потом когда-то читал чисто для себя, я знаю, что пожарники, когда проходят обучение, их повторяют, то иногда вот люди, когда списывают дом, им надо сделать demolition, то они вызывают пожарную компанию, берут такие дома, и они пользуют ее для практики. Они умышленно зажигают этот дом и посылают этих новых студентов, чтобы они учились, тренировались забегать в этот дом, им говорят, там где-то находится человек. И они должны пройтись, найти этого человека, не обжечься, выйти живым и спасти этого человека, или эту куклу, которую они пользуют в этой практике. Почему я там все рассказываю? Потому что, знаете, Бог, когда Он был здесь на земле, Он оставил эту мысль, и апостолы, ученики, они это повторяли, что в нашей жизни будет огненное испытание. И будут моменты, когда нам надо будет проходить эти огненные испытания в нашей жизни. Он говорит, не чуждайтесь, пускай это вас не удивляет, что в вашей жизни придут те моменты, которые для нас, нам кажется, странные. Почему? Он говорит, ничего в этом странного. Это нормально, когда у христианина в его жизни приходят трудности, приходят эти испытания, которые нам надо пройти. Знаете, все дело в том, что Бог, так как Он избрал нас быть своим народом, Он открылся нам, Он делает все, что возможно, чтобы нас подготовить к небу. И вот, пользуя вот эти огненные испытания, Он допускает их, чтобы подготовить нас. И вот сегодня я хотел об этом именно и поговорить. Писание говорит, пускай это вас не удивляет, пускай не удивляет, пускай это не будет что-то странным для вас. В вашей жизни придут эти проблемы, придут эти трудности. То, что может казаться, почему, неужели мне надо это проходить, почему допустил это Бог. Но Бог говорит, это должно, это нормально. Знаете, когда-то Иисус Христос, в 30 лет Он пришел, вышел на миссию свою. И когда Он подошел, то Иоанн Крестителю видел Его возле воды. И Он сказал очень интересные слова. Он сказал, вот идет агнец, который возьмет грех мира на себя. Но и после Он сказал очень интересную и важную мысль. Он сказал, я, говорил себе, Иоанн Креститель, я вас крещу водою. Но вот идет Тот, Который будет крестить вас Духом Святым и огнем. Духом Святым и огнем. Я думаю, мне не надо здесь вас убеждать, что крещение Духом Святым – это что-то очень особое. И это огромное благословение для нас. Согласитесь, каждый, кто крещен Духом Святым здесь, может согласиться. Какое-то огромное благословение, когда Божья сила сходит на нас. Мы ощущаем Его присутствие. Приходит тот радость, тот мир. И ты встаешь с коленой, ты просто наполнен радостью, миром Божьим. Это огромное благословение. И это то, что принес Иисус Христос. Но согласитесь, Иоанн говорил, что не только крещение Духом Святым, но и Он принес и крещение огнем. И порой мы, христиане, этого сильно боимся. Боимся и переживаем. Почему? Как это? Почему Бог допустил это в моей жизни? А Бог говорит, это будет благословение. Если ты пройдешь через это, как ты понимаешь, и мы все согласимся, что крещение Духом Святым – огромное благословение, точно так же и огненное испытание, огненное испытание, которое приходит в нашу жизнь. И вот сегодня об этом я хотел и поговорить. Поговорить, как же это может быть. И как нам пройти это, чтобы остаться верным и получить то благословение. И первая мысль, которую я хотел предложить нам сегодня, братья и сестры, это то, что Бог, Он обещал, и не один раз это написано в Писании. Я с вами буду. Я с вами до скончания века. Христос обещал это, и это обетование нам остается. Он не обещал нам легкой жизни. Он в последней молитве даже и говорил, Господи, я не прошу, чтобы ты вытащил их из мира, но я прошу тебя, сохрани в этом мире. И ученикам, и нам Он обещал, что я буду с вами. Когда вам придется проходить те трудности, идти в этом мире, я буду с вами. Знаете, я умышленно рассказал этот пример про своего родственника, который пошел быть пожарником, потому что многие люди, может, не знают, но вот эта одежда, которую они одевают, когда они забегают в этот дом, который горит или там тушат лес, она сделана так, что огонь не пропалит человека, не загорится человек. Он может проходить, он может касаться, и эта одежда, она сохранит его, сохранит. У него какое-то определенное время, он может пройти, и она его не повредит. И, знаете, когда я сидел, размышлял и думал об этом, знаете, я подумал, действительно, если мы оделись и отдали свою жизнь Иисусу Христу и наша жизнь в его руках, то он обещал, я с вами буду, когда вы будете входить в эти огненные испытания. Когда будут приходить те трудности, я с вами буду. И как огонь не может пожарника повредить, так и он говорит, и вас огонь не повредит, но вам надо будет пройти то, что непонятно, то, что может сложно, то, что в нашем разуме не вмещается. Почему? Бог говорит, я буду с вами, я пройду эту трудность с вами. И, знаете, смотря по Писанию, смотря на героя веры, мы видим, каждого Бог проводил через испытания, через допускал эти трудности в их жизни, проверяя их. Вот посмотрите, подумайте, братья и сестры, Авраама пришлось ему стоять перед жертвенником, где лежал его сын. Это была проверка Божия, Бог допустил это. Посмотрите на жизнь Моисея, когда все было у него, все богатство, делай хочешь, живи как хочешь, а Бог его проверял, допустил это. Посмотрите на Давида, сколько раз он стоял перед огромными трудностями, перед Голиафом, перед Саулом, который хотел уничтожить его. Это были трудности, которые приходили в жизнь этих героев веры. И можно за других говорить, как апостола Павла, Петра, сколько трудностей они видели в своей жизни, но Бог это допускал. И Бог говорил, вы пройдете, я сохраню тебя, Давид, я сохраню тебя, Моисей, ты пройдешь это, поверь мне. И знаете, что, братья и сестры, Бог умышленно верю оставил этих героев. И знаете, я бы хотел просто остановиться на трое из них и посмотреть, где явно Писание описывает их жизнь. Где человек, вот возьмем даже Иосифа, Иосиф, человек, которого, молодой юноша, в 17 лет его продали. Братья были готовы убить его, продали его в рабство. И десятки лет он был рабом, в тюрьме. И вот так вот жизнь, казалось, шла все вот так вот. Но знаете, что интересно, когда читаешь его историю, написано, и Бог был с ним. Трудность за трудностью, казалось бы, несправедливо, казалось бы, странно, почему, молодой человек, такая сила, а Бог был с ним. И вот проходя вот эти испытания, вот эти трудности, искушения вот это, он прошел, он прошел, остался верный, потому что с ним был Бог. Братья и сестры, когда Даниила бросили в ровль, где находились эти львы, почему львы не могли коснуться его? Это было испытание, которое Бог допустил в его жизни. Знаете, один человек, очень хорошую мысль, сказал, он говорит, там, там, когда его спустили в тот ров, где были львы, там был лев, лев из колена Израилева, там с ним. И знаете, действительно, когда подняли Даниила, и царь говорит, как это может быть? Как ты остался живым? Он говорит, потому что Бог послал ангела своего. Вспомните жизнь Сидраха, Месаха, Авдинага, братья и сестры, и сам царь смотрел удивленно и говорил, как это может быть? Я троих бросал. А кто это четвертый? С ними был Бог. И Бог это обещание оставил и нам. Придут проблемы, придут трудности в нашу жизнь, но Бог обещает, я с вами, я с вами до скончания века. Вы пройдете эти трудности, оно может непонятно, оно может быть страшно, но вы пройдете через этот огонь, и я проведу вас, он не сделает вам вреды. Знаете, я помню, я слышал свидетельство одной сестры, которая рассказывала про свою жизнь, она говорила, она уже была старше, пожилой человек, и она говорила, когда я вышла замуж, она говорит, у меня было такое желание, я Богу говорю, Господи, я посвящаю свою жизнь Тебе, я хочу воспитать семью, которая будет служить Тебе. Она сказала, Господи, я приму все детей, которых Ты мне дашь. И она говорит, когда мы женились, у нас родился первый ребенок, все было очень прекрасно, но она говорит, через короткое время мы ожидали второго ребенка, и она говорит, когда мы ожидали, еще не родился второй ребенок, Она говорит, первый наш мальчик, который родился, мы узнали, что у него рак. И она говорит, когда я это узнала, мне это было печально и непонятно, почему. Но она говорит, до рождения второго ребенка этот первый мальчик умер от рака. Я буду сокращать эту историю, она говорит, родился второй ребенок третьим. И через короткое время и второй ребенок, и третий ребенок умерли от рака. И умер также ее муж от рака. И она говорит, я осталась одна вдова. И она говорит, я не могла понять, Господи, что происходит. Я пообещала тебе служить, я хотела посвятить свою жизнь, воспитать семью, которая будет служить тебе, которая будет прославлять тебя, и тут я все потеряла. И знаете, будучи уже пожилым человеком, она рассказывала эту историю, она говорит, я теперь поняла, Бог мудрый, Он правильно поступил. Он говорит, мне казалось, я могу помочь вот так вот устроить Царствие Божие, а у Бога был совсем другой план. Она говорит, если бы вы только знали, сколько людей я подходила, я утешала, которые потеряли ребенка, которые потеряли, может, супруга. И она говорит, очень много людей мне пришлось оговорить, утешать, наставлять. И она говорит, я потом только в жизни поняла, как много я могла помочь Богу или сделать для Бога в его Царстве. Знаете, порой нам непонятно в жизни, почему что-то происходит. Почему Бог допускает, но Бог говорит, вы пройдете трудности, будете огненные испытания в вашей жизни, но не переживайте, я проведу вас через это. Вы пройдете, и огонь не повредит вас. Вы останетесь живыми. Доверьтесь мне в этом. И вот как бы хотелось, братья и сестры, когда приходят трудности в нашу жизнь, нам оставаться верны, зная, что Бог с нами, как Он был со всеми героями веры, Он проводил их через эти трудности, через эти испытания, и они оставались верны, и Бог их благословлял. То, когда приходят в нашу жизнь, может, те проблемы, чтобы нам доверяться Ему. Второй момент, о котором я бы хотел сегодня поговорить, это когда приходят эти трудности в нашей жизни, братья и сестры, порой это тот момент, когда Бог поднимает настоящую ценность нашу, выводит. Знаете, я объясню это. Каждое дорогое железо, скажем, золото, серебро, медь, платным, любое драгоценное железо, оно очищается и становится дороже, когда оно проходит через огонь. Чем больше человек, который его плавит, его очищает, он работает над ним, он допускает огонь на это железо, тем больше очищается это золото. Скажем, это золото, с него начинают выходить, все разные примеси, которые не должны быть там, и он очищает, и он очищает, и он опять его в огонь запускает, и тогда настоящая ценность этого железа, оно выходит. И вот, знаете, порой Бог делает то же самое в нашей жизни. И Он говорит, не удивляйтесь, когда приходят трудные испытания, искушения в вашу жизнь, я хочу показать ценность вашу, я хочу очистить, я хочу, чтобы вот эта красота моя, она сияла в вашей жизни. И знаете, насколько это легко, может, здесь сказать, но Бог это делает из любви. Бог это делает из любви. Вот вспомните в жизни братья и сестры Петра, который стоял со Христом тот последний вечер, когда было преломление хлеба, и Христос объявляет ученикам и говорит, меня поймают, меня возьмут, и я буду распил. И Петр в тот момент говорит, Господи, мы с Тобой, пускай даже все откажутся, я с Тобой, я пойду, если надо, с Тобой на крест туда. Он был так уверен в себе. Но, братья и сестры, Бог знает нашу жизнь лучше, чем мы. И Христос ему говорит, до того, как петух пропоет, трижды ты отречешься от Меня. И знаете, и был тот момент, когда ему говорят, ты же один из них. Когда уже насмехались над Христом, и они заметили Петра, и говорят, Петр же был с ним. А Петр отказывается. Они говорят, это речь твоя выдает тебя. И опять и опять он отказывается, видя, что Христа уже арестовали, видя, что конец Петр, вот это то, что было внутри, оно всплыло, Бог допустил, допустил вот это испытание, проверить его. И Петр это видел, он ушел, плакал, видя, что он, он отказался от Христа. Знаете, что интересно, смотря на жизнь Петра, и смотря на его конец, может здесь не все описывается, но в истории написано, братья и сестры, пришел тот момент, когда точно так же та проверка пришла в его жизни, но в тот момент он уже не отказывался от Христа. Когда ему сказали, тебя будут распинать на кресте, он сказал, я пойду за Христа. Я пойду, я совершу это, но не вешайте меня, как Христа, повесьте меня вверх ногами. И он был повешен, но вверх ногами. Это человек, который когда-то отказывался, а Буху пропускал через огонь, чтобы очищать, и в конце его жизни действительно вот эта красота была видна. Тот человек, который был готов отдать все. И знаете, Бог порой допускает это в нашей жизни, братья и сестры. Посмотрите, когда Адам и Ева согрешили, они спрятались, а пришла прохлада дня, когда Бог ходит. Неужели Бог не знал, где они находятся? Да, братья и сестры, Бог сотворил все кустики, которые там находились, деревья. Он прекрасно знал, но Он это говорил для них. Он говорил, Адам, где ты? Задумайся, где ты? Ты сделал ошибку, не беги от меня, беги ко мне. Он учил его, Он открывал ему это. Он хотел, чтобы Адам понял это, и чтобы он не бежал, а наоборот, бежал к Богу в ошибке своей. Вспомните жизнь Филиппа, братья и сестры, когда Иисус Христос, стояли тысячи перед Ним, и Он поворачивается к Филиппу, и говорит, Филипп, как нам накормить столько людей? Как вы думаете, неужели Христос не знал, как накормить эти тысячи? Но он проверял Филиппа, он Филиппа проводил через этот момент, чтобы увидеть, что внутри его. И Филипп сидел и думал, действительно, где бы взять? Надо сотни, сотни долларов, чтобы накормить столько людей. И я думаю, когда он увидел, как Христос накормился, я думаю, он в жизни понял, своими силами невозможно, а с Богом все возможно. И знаете, порой Бог допускает вот эти трудности в нашей жизни, чтобы всплыли вот эти моменты, чтобы мы увидели, увидели, что в нас, и вот эти вещи мы удаляли. Знаете, нам, проповедникам, порой-то приходится прожить то, что мы проповедуем. Это милость Божия, когда Бог учит нас. И вот, знаете, когда я просто размышлял на эту тему, готовился, я в своей жизни начал замечать, как Бог меня проводит. И откровенно вам скажу, были дни, когда я приходил домой, я просто плакал, думаю, Господи, я провалил этот экзамен. Я провалил, но знаете, потом приходила какая-то радость внутри, что Бог, Он все равно совершает свою работу, Он показывает, Он дает всплывать тем вещам в нашей жизни, которые не должны быть, которые мы должны удалить, которые мы должны убрать, чтобы вот эта ценность, вот эта красота Его, она была действительно видна в нашей жизни. И как бы хотелось, братья и сестры, чтобы мы в нашей жизни не чуждались, не боялись вот этих огненных испытаний, но понимали, что Бог, Он совершает свою работу в нашей жизни, Он хочет проявить что-то лучшее, Он хочет сделать то, что показывает действительно Его красоту. И да поможет нам Бог в эти моменты быть верным и пройти это. И третья мысль, которую я хотел вам оставить, братья и сестры, когда приходят эти испытания, насколько важно нам понимать и осознавать, что будет день, когда будет награда за верность. Будет награда за верность. Знаете, когда родился Иисус Христос, все небо наполнено было ангелами. В Ифлиеме эти пастухи увидели, как ангелы слышали это пение «Слава Вышних Богу!». Небо ликовало, они смотрели на премудрость Божию, говорили «Какой мудрый Бог! Он пришел на землю, чтобы спасти человека!». Прошло 33 года. Я уверен, та же самая картина повторилась в тот день, когда 120 учеников Иисуса Христа, те, которые пошли за Ним, поверили в Его учения, они были собраны в комнате, и на них сошла сила Духа Святого. Сам Бог сошел на них и наполнил их Своей силой. Знаете, исполнились те слова Писания, когда Бог сказал, придет день, я вселюся в свой народ, я буду ходить в своем народе. Это будет мой народ, и моя воля будет совершаться через него. Мне как-то кажется, на небе было огромное ликование. Представляю, все власти, силы, ангелы, они видели премудрость Божию, что Его воля, Его определение, оно совершается на земле им, через Его народ. И вот это те моменты, братья и сестры, когда Бог порой допускает в нашей жизни проходить трудности, чтобы прославить свое имя. Чтобы через нашу жизнь, через нашу трудность, все небо, все вокруг, весь духовный мир, Он видел, что есть люди, которые готовы отдать свою жизнь, свои деньги, свои силы ради своего Бога. И Его имя через это прославляется. Его воля благоуспешно совершается здесь, на земле, через нас. И порой кажется, ну как несправедливо. Неужели нам надо отказываться от всего? Но, братья и сестры, Бог обещает, за это будет награда. Я извиняюсь. Вспомните о жизни Иева. Человек, который не знал, что происходит в его жизни. А на небе, в духовном мире был разговор, когда пришел сатана и говорит, конечно, конечно, он будет служить тебе. Ты его так благословил. У него тысячи верблюд, у него столько овечек, у него все есть, у него прекрасная семья. Конечно, он будет поклоняться и служить тебе. И Бог сказал, проверь, проверь, забери это все у него. Только не трожь его, не погуби его. И, братья и сестры, все потерял. Все потерял, все богатство, все деньги, семью, свое здоровье потерял. И только тогда Бог открыл в конце ему, Иев, ты прошел. И он дал ему понять, что это за разговор был там на небе. И что интересно, в Писании написано, в войне Бог ему восстановил все. Восстановил его животных, все, что у него потерял, восстановил. Дал ему детей, его семью восстановил. Его здоровье восстановил. Отдал ему все и благословил его. Это обещание Божие. Бог, Он иногда пользует нашу жизнь, чтобы прославить свое имя. Нам это непонятно. И порой, может, мы здесь на земле не поймем, но Бог говорит, будет день, когда венцы будут там на небесах выдаваемы. И Он говорит, будь верен до смерти, и получишь венец жизни. Знаете, когда я изучал этот вопрос для себя, знаете, что будет пять разных венцов, о которых описывает Писание. И Бог говорит, будет день воздаяния. И вот проходя разные трудности, посвящая себя в разные вещи, Бог будет воздавать награду. Бог будет благословлять и отдавать, потому что Он сказал, ты отдал себя для меня, ты прошел через огненные испытания, ты отказался от этого в своей жизни. Я тебя в этом благословлю. Может, здесь на земле, как у Ива, а может, наоборот. Я думаю, многие, может, слышали этот пример, когда одна маленькая девочка, ее звали Лена, она была во втором или третьем классе, не помню. Ее учительница просто издевалась над ней, так как она была верующая. Она отказывалась от того, чтобы говорить, что Бога нет. И в какой-то момент, когда весь класс ответил, да, Бога нету, а она ответила, да, Бог есть, то эта учительница, она просто вспыхнула в гневе и начала бить этого ребенка. Она разбила ей губу, у нее была кровь. И, знаете, когда она просто тянула волосы, издевалась над этим ребенком, то эта девочка повернулась ей и сказала, сегодня Бог есть, и сегодня ты его увидишь. И, знаете, эта учительница злая, она просто выгнала этого ребенка с класса и сказала, иди домой. И, знаете, эта девочка, которая пришла домой, она пришла к своей маме, рассказала, что произошло. Ее мама был образованный человек. Она сразу взяла ее и ее старшего брата, который рассказывал это свидетельство, которое я слышал. И они, когда приехали к директору, рассказали все, что произошло, то директор решил поговорить с учительницей. Он тоже был очень не рад этому. И он, ну, как угрозил, я говорю, знаешь, что все, уходи, ты больше здесь не работаешь. И эта учительница, которая вышла и пошла домой, я не знаю, или от переживания, от страха, у нее остановилось сердце, она не дошла домой, как она умерла. И, знаете, что интересно, что потом говорит, что на следующий день, когда надо было какого-то учителя поставить в этот класс, все учителя боялись. Слыша эту историю, это Лены, которая маленький ребенок, 3-й класс, такие слова сказал, и они сбылись. Знаете, Бог, Он сказал, тебе надо будет пройти испытание, не удивляйся, не учаждайся этому. Это будет твоей жизнью, но я буду с тобой. И порой Божия награда и воздаяние, оно здесь, на земле видно. Но порой это не так, порой бывает, это будет и на небе. И, знаете, я видел когда-то видео, показывали одной молодой девушке, которая выросла в семье мусульман. И когда она пришла ко Христу, она поверила. Она поверила Богу, она решила служить Ему. Она отказалась от своей религии. И пришлось ей отказаться от своих родителей и своих родственников, которые просто были возмущены. Они избивали ее, они били ее, они уговаривали отказаться. И в какой-то момент собралась вся вот эта группа ее семейства избивать ее. Они ее замучили. И на этом видео показывали, как они ее били, она теряла сознание. Они ее опять поднимали и говорили, откажись от Христа. Но она оставалась верным, она продолжала. Она продолжала просто не отказываться. И в какой-то момент ее облили бензином и запалили. Знаете, это было страшно и печально видеть. Но, знаете, будет день, когда будет воздаяние. Я уверен, те люди, которые проходят через этот огонь, Бог обещает и говорит, придет день, когда Бог будет выдавать венцы. Люди, которые видят Его лицом к лицу. И Он говорит, радуйтесь, придет тот день, когда вы Его увидите. Но сегодня нам надо пройти. Пройти вот эти испытания, вот эти трудности. Я бы хотел подойти к заключению своей проповеди. Просто прочитайте этот стишок опять, которого я начал. Это Петра. Первая Петра, 4 глава, 12 стих. Апостол Петр пишет и говорит, возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключением для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Давайте мы помолимся об этом, братья и сестры, сейчас, что Бог помог нам. Когда придут те трудности, чтобы мы никогда не забывали, что Он обещал пройти нам, пройти с нами вот эти трудности, когда будут эти огненные испытания. Он обещал с нами быть и провести нас. И Он обещал, братья и сестры, что когда придут те моменты огненных испытаний, мы будем проходить их, оно будет очищать нас. Ведь начнется с Дома Божьего, суды из Дома Божьего для того, чтобы очищать, освящать Его. И как бы хотелось, чтобы мы это доверяли и знали, что придет тот день, когда в конце, за то, что мы стояли верны для Него, Бог будет награждать, Бог будет выдавать венцы. Давайте помолимся, чтобы Бог помог нам в нашей жизни прославить Его. Аминь.